Больше знаете, хочется наглости в вашей позе. На ютуб социальные сети мессенджеры без видео. То есть вы можете смотреть фильмы, слушать музыку, скачать. Какая улица? Миколы Помуненко, 13. Опыт не пропьешь, так сказать. Стоп, 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 стоп. Мейкап Академия, наши люди, здесь мейкап. Максим Русаков, ты не забыл, что у нас с тобой челлендж? А я вас с этой стороны буду фотографировать. Ну что ж, друзья, мы записываем очередную серию, очередной месяц. Это февраль. Ну, возможно, пока вы будете смотреть, это уже будет март. Но неважно, мы закрываем февраль месяц. Задача не снимать шедевры. Хотя, если вы его снимете, это будет прекрасно. Задача находить в ничем, в нигде, на каком-то импровизированном месте находить линии диагонали, ведущие линии. Мы сегодня будем ходить по шагомеру. Да, у нас есть такая возможность, у нас есть фитнес-браслет. Мы запускаем старт, останавливаемся через 500 метров в каком-то импровизированном месте, осматриваемся и пытаемся найти ведущие линии. Просто ходить, гулять по городу, искать линии – это хорошо, это можно так делать. Но задача – нигде в ничем найти что-то. Это усиливает ваше видение, это заставляет вас сильнее вглядываться в объекты, в предметы и развивает ваше видение. Это очень важный момент. А наша задача будет собрать 28, именно столько дней в феврале, 28 ведущих линий и закомпоновать все, максимально постараться закомпоновать это грамотно. Поэтому поехали вперед. То ледущий забор, ну он такой достаточно ритмичный, но наша задача – выявлять линии. И здесь этих линий очень много и главное, чтобы они куда-то вели. Неважно, в то место, куда вы пришли, по таймеру, либо по шагомеру, вы там должны найти ведущие линии. Что, собственно, мы и делаем. Обратите внимание, как работают ребята. Быстро нападают, перекрывают дорогу. Кстати, у них можно поучиться уличной фотографией. Просто всунул, вставил киевстаровскую карточку, прям ему, можно сказать, в рот эту карточку и никуда не уходят. Сейчас мы, кстати, спросим у него несколько фишек. Вот твоя задача – впарить вот этот пакет. Как ты делаешь так, чтобы люди не съезжали? Давай тебе отрепетирую. Да, давай, давай, держи. Давай тебе расскажу, как им пользоваться. Смотрите, это санитари, вам его не подключить ни в одном магазине, в этот тариф. Без лимитных киевстар, на ютуб, социальные сети, мессенджеры, без лимитных видео. То есть, вы можете смотреть санитар, слушать музыку, скачать. Я бы сделал одну поправку. Какую? У тебя то ли губы замерзли, я половину из того, что ты сказал, не понял вообще ни хера. То есть, главное человека заговорить, чтобы он ничего не понял. Да. И перестрять, чтобы он никуда не шел. Ну, мы, в принципе, тоже такой же цыганщиной занимаемся, поэтому я с тобой согласен. 14 лет, пацану, друзья. Учитесь, выходите на улицу, ничего никто не боится. Пришел, вручил, заработал бабки и ушел. Здравствуйте, милейшее создание. Занимаемся блогерством здесь на улице. Рассказываем нашим зрителям о том, что такое линии и диагонали. Вы сейчас стоите вдоль прекраснейшей лавочки. И если мы сейчас закомпонуем таким образом этот кадр, что вы будете здесь стоять в конце, то это как раз будут ведущие линии, которые будут вести к главному персонажу, которого зовут... Меня? Да. Машина. Это есть ведущие линии, которые ведут от второстепенного, от передней части кадра по диагонали через весь кадр к нашему ключевому объекту, к прекрасной Маше. Больше, знаете, хочется наглости в вашей позе. Вы наглый человек, нет? Я не прошу вас сидеть на картонах, но... Спасибо вам большое за это... за это правило. Друзья, скажите, пожалуйста, Маше спасибо, потому что Маша помогла нам показать, что такое линии и диагонали. Импровизация. Вот ровно... Ну, уже 21. Я пока тут топтался на месте. Лестница, ведущая наверх. То есть можно, конечно, просто взять это, закомпоновать, но ведущие линии, они должны куда-то вести. В данном случае, если они идут снизу вверх, то в верхней части должен быть стоять главный объект. Там сейчас стоит фишка какая-то дорожная. Мы ее либо уберем, либо прикроем, либо сейчас мы просим человека, который нам поможет. Девушка, а вы могли бы нам помочь закомпоновать? Здравствуйте. Закомпоновать мы отрабатываем законы композиции. Мы сегодня рассказываем про ведущие линии. Возможно, кстати, вам, как инстаблогеру и человеку, который занимается мобильной фотографией, тоже будет полезно. Это займет 30 секунд вашего времени. Спасибо вам большое. А я вам дам визиточку, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вот у нас Ирина стоит в верхней точке, и эти линии ведут прям к ней. А можно еще как-то по-другому, ближе к быльцу, вот чуть-чуть встать, вот так. Спасибо вам большое. Вы очень сильно нас выручили за то, что общаетесь с незнакомыми людьми. Спасибо. Находите нас везде. Заниматься уличной фотографией – это не только фотографировать, но и помогать людям, у которых пропал GPS и закончились деньги на счету. Какая улица? Миколай Помуненко 13. Так, сейчас, где мы тут находимся? Вот так вот сюда. Судя по всему, вам надо вот туда идти. Вставать и помогать. Ну, я честно, я не играю в поддавки. Иногда эти видосы сложнее, потому что… Ну, потому что мы реально идем по шагомеру. Мы остановились и мы осматриваемся, что здесь есть. Первое, что пришло в голову – это ступеньки, это тоже линии. Вы можете туда поставить в конце маленького котика или собачку, или тушканчика, я не знаю, динозавра. Ну, хорошо, динозавра я загнул. Там может прилечь красивая модель, но не зимой, хорошо. Если у вас не получается, ну, грубо говоря, мы стали здесь в этом месте. Если у вас не получается вроде бы то, как вы хотите сделать, вы обойдите ваш предмет обожания с разных сторон. Я вот с этой стороны снимал, пытался закомпоновать мопеды с той стороны, но я вижу, что есть другая фишка. Если перейти на эту сторону, то мы можем этими линиями привести зрителя к шарику. Это банальная история, это элементарщина, но у нас сработали часы, я еще раз повторюсь. И поэтому мы снимаем там, где сработал наш трекер. В данной ситуации была маленькая линия, прям такая черненькая, маленькая. Это было такое перило от банкомата. Но она подводила к человеку, который занимался дымоотделением. Вот, поэтому, ну, я сделал, я сделал. Оно сработало здесь и я сделал. Идем дальше. В поисках очередной композиции, ну, очередная остановка, очередная парковка. Ну, я не знаю, какие-то ленточки, веревочки. Сейчас будем работать, но я опять вступил в дерьмо. Стоп, 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 стоп. Вы просили не показывать. Мы не будем показывать. Но я вступил в два дерьма левым и правым. Я промолчу. Пусть это будет к деньгам. А мы будем искать линии ведущие. Линии не обязательно должны быть прямые. Они могут быть и изогнутые, они могут быть извилистые. Это могут быть какие-то тропинки, дорожки, все что угодно. Но главное, самая главная задача этого упражнения, помните, это развитие вашего видения. Находить буквально в простых каких-то элементарных вещах, находить важное, находить суть. Спустился вниз, сработала у нас точка здесь, вот в каком-то полуподвальном помещении, не знаю, к ресторану кому-то ведет. Здесь прекрасные ступеньки, прекрасные диагонали, линии, которые ведут вверх. Мы попросили интересного парня, чтобы он нам попозировал. Хорошо, вот вниз смотрите, прекрасно. А как ваше заведение называется? Мы пытаемся... Какая красивая девушка. Спасибо. А что? А мы снимаем блог, и нам нравится у вас снимать. Вот этот парень хочет у вас потратить деньги, но он не знает, как вы называетесь. Мейкап академия. Мейкап академия. Наши люди, здесь мейкап. Спасибо тебе большое. Тебе дали визиточку? Да, да, да. Отлично. Не впадайте в отчаяние, если вам кажется, что ничего интересного нет. Углубитесь и погрузитесь в макросъемку. Там всегда можно найти очень много интересного. Ведь чего только стоит этот микробный мир с этими амебами, с этими всякими инфузорами, туфельками. Мы так глубоко не будем погружаться, нам не позволяет наше оборудование. Вот. Но сделать какую-нибудь псевдо макросъемочку в рамках правила ведущей линии, я думаю, что это возможно. Потому что здесь здание поросшее диким плющом, диким виноградом. И здесь очень много извилистых веток. И, ну правда, виноград такой себе подгулявший в феврале-лето-месяце. Но, тем не менее, я думаю, что мы можем передать. И мы будем честными. Мы остановились, мы прошли 1,2 кг. Мы остановились здесь. И ничего более изысканного мы, к сожалению, или к счастью, не нашли. Снимаем. Проблема в том, что виноград такой себе, если вот прям к нему приблизиться. И, ну, со стороны, типа, оно кажется прикольно. И вся эта макросъемка, типа, сводится на нет. Чем ближе, тем страшней. Помоги нам снять композицию. Я помню, нужно помнить. Вот сюда? Да. О, один кадр, и мы побежали. Смотри. Нет, да так тебя даже видно не будет. Прекрасная, прогрессивная молодежь игнорирует нас по левому борту. Здравствуйте. Если подняться наверх, то, в принципе, перед нами открываются. Это, кстати, самая избитая тема. Это ведущие вниз ступеньки, либо перила, либо еще что-то. Вот. Но в данном случае хотелось закомпоновать внизу лестницы какого-то персонажа. В данном случае у нас только ноги, потому что мы отрезаем все автомобили. Я вам скажу, что такой прием, я такую фигню научился делать, работая когда-то свадебным фотографом. Вечно с каких-то бустом ты что-то придумаешь, выкручиваешь такую диагональную линию, какие-то завитушки, которые ведут к кольцам, либо бутонерки, или еще чего-то. Опыт не пропьешь, так сказать. У нас ведущие линии перекликаются с фреймингом. Такое тоже может быть, и в этом ничего нет зазорного, позорного. Сейчас мы это и сделаем. В портретной съемке также есть сильные линии, которые ведут человеческий взгляд к человеческому взгляду, то бишь глазам. Это линии бровей, это возле носа такие, там мешки под глазами, возле глаз, линия губ, все что угодно. Там также присутствуют линии, которые могут вести к главному объекту. Мне кажется, что ее каменный взгляд говорит о многом. Снежная королева. Ребят, могли бы нам помочь найти линии диагонали? Ну точнее мы их нашли, нам нужен человек, персонаж на 30 секунд, на 10 секунд. Сейчас, секунду. Нужно будет вот в этот забор вот здесь вот глянуть, просто нам нужен человек лицо, мы снимаем для YouTube канала. Блин, офигенный просто кадр. Линии, ой, стоит флешечка. Линии диагонали, которые сводятся и ведут к главному объекту. В данном случае главный объект это ты. Как это часто бывает в подобных вылазках, дело близилось к вечеру. К вечеру, потому что ходить по таймеру, ходить по шагомеру и выискивать какие-то линии, не какие-то, а выискивать диагонали линии, это достаточно такое нетривиальное занятие, скажу вам честно. Я хочу сказать, что через вот эту вот сложность, через вот эту трудность, когда вы переступаете через себя, вот как раз вот в эти моменты у вас проявляется, мобилизируется вся ваша вот такая, весь ваш потенциал и вы начинаете находить вот через усталость свою, вы начинаете находить что-то интересное и оно точно у вас останется в памяти. Всегда есть дороги, всегда есть парки, скверы и это такая достаточно простая композиция, но тем не менее вы должны понимать, что такое может быть и это тоже в рамках нашего правила. Как зовут? Михаил. Михаил, вы только что помогли проекту вставай и снимай с запилом новой серии. Ну что ж, друзья, давайте попробуем подытожить и проанализировать те моменты, ну точнее советы, где вы можете находить линии и диагонали, где вы и как вы можете это применять в жизни. Если вы фотографируете где-то за городской чертой, где-то на природе, то там очень много линий в плане тропинок, дорожек, горизонтали, линия горизонта, линии высаженных деревьев, лесопосадок, всего чего угодно, но очень-очень классно смотрится, у нас к сожалению в Киеве этого нету, это всякие извилистые тропинки, которые куда-то ведут. В Киеве можно работать с тенями, где-то в начале либо в конце этой тени, либо света можно ставить, ну лучше света конечно, можно ставить какой-то главный объект. Это всевозможные вот такие лестницы, это всевозможные линии направляющие со стороны, вот как сейчас за мной на заднем плане, линии которые сходятся вниз. То есть это достаточно легкое правило, я наверное даже сказал, что оно почти такое же как и правило третей, но тем не менее нужно не забывать про него, это усиливает и акцентирует внимание на главном объекте. В завершении этого сложного вечера я хочу сказать, что мы все-таки набрали с горем пополам 28 фотографий. Я еще раз хочу подчеркнуть тот факт, что мы не снимали, ну то есть мы пытались снять что-то интересное, но мы постоянно действовали по шагомеру. Каждые там 500 метров, каждые там 200-300 метров, неважно, это не имеет значения. Но тем не менее, вы перемещаетесь из точки А в точку Б и на этой локации, где сработал либо будильник, либо шагомер, вы пытаетесь найти что-то, чтобы вам напоминало о линиях и диагоналях, чтобы вы могли закомпоновать это правило. Я напоминаю, что в конце этого года мы будем формировать календарь из ваших работ, мои работы там не будут фигурировать, мы будем формировать из лучших работ на каждый месяц с правила композиции из ваших фотографий и вы сможете себе в конце года приобрести такой некий тренажер на 2020 год, в котором вы будете находить для себя огромный, огромный потенциал такой с точки зрения практики. Подписка, комментарий, колокольчик и лайк. Дизлайки не надо ставить, честно. Ну хотя ладно, можете поставить, если вам не нравится, то поставьте. Главное, не игнорируйте и главное, не будьте безразличны к нашему проекту. Спасибо. Максим Русаков, ты не забыл, что у нас с тобой челлендж? Я думаю, твои подписчики меня поймут и мои подписчики также тебя поймут. Да, это была моя ошибка, я немножечко затянул, но тем не менее, композиция, ведущие линии, линии диагонали за тобой. Удачки тебе, Максим, удачки. Ставьте Максиму лайки, он тоже запилит интересную серию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Девятый этаж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА согласен на стадион надо бегать такси даже ну как так можно такой толстый быть надо тоже нагрузка на суставы что у вас есть интересного вас есть линии диагонали вы зачем тушите сигарету мы же курить так все вы потушили чего вы тогда убегаете понятно поговорили поговорили я говорю что лестницы на андреевском прекрасные которые которые отображают правила композиции линии диагонали мы снимаем просто про это серии ведущие линии если бы так будет быть точно вы нечего чеки пикчур фуфу анкерсон пиксера мина фотографа ху вилл без стенды апстерсом this stairs i mean on this square little square can you please help us with this photograph is for one minute 30 секунд но у меня кстати очень прекрасная диагональ вы пока там поснимайте да постойте подписка колокольчик медальончик жетончик еще раз а я вас с этой стороны буду фотографировать стоит стопэшечка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok